Друзья, меня часто спрашивают, где я беру перчатки и остальные аксессуары для тренировок. Так вот, Workout Shop это лучший магазин с инвентарем для тренировок дома и на улице. Если вам что-то нужно, обращайтесь к ним, ссылка в описании. Всем привет, друзья! Сегодня мы поговорим об утренней зарядке. Для многих людей это ничего абсолютно не значит, но для некоторых людей это основа здорового образа жизни. Давайте же разберем то состояние, когда мы просыпаемся. Когда мы просыпаемся, можно сказать, наши органы, наши мышцы в таком замедленном восстановительном состоянии. То есть 2-3 часа мы будем, как говорится, отходить. Для того, чтобы быстрее взбодриться, мы умываемся прохладной водой, да, и это посылает импульсы к нашим нервным центрам. Но полное пробуждение невозможной без работы суставов и мышц. На это и направлена утренняя зарядка. Итак, давайте же разберемся, в чем польза утренней зарядки. Польза утренней зарядки очевидна, она поможет побороть синдром гипокинезии. Этот синдром выражается в усталости, вялости, в плохом настроении, сонливости и так далее. Не стоит путать тренировку с зарядкой, потому что зарядка это и есть от слова зарядить, да, то есть зарядить наше тело на дальнейшую работу. Это разминка суставов, мышц и так далее. Не путайте с тренировкой, потому что тренировка это нагрузка мышц. Итак, для справки хочу сказать, что послеобеденное время лучше подходит для тренировок в зале, там, я не знаю, дома, а утренние зарядки, естественно, для утра. Упражнения для утренней зарядки имеют различные вариации, но мы начнем с такой вариации, самая простая. Если вы не знали, то разминка, растяжка всегда начинается с шеи, сверху, да, с головы и доходит просто до ног. Итак, естественно, мы начинаем нашу утреннюю зарядку с упражнений для шеи. Первое упражнение – это повороты головы вправо и влево. Второе упражнение – наклоны головы вперед и назад, вправо и влево. И третье упражнение – медленные круговые вращения головой. Не следует закрывать глаза, если есть проблемы с вестибулярным аппаратом. Следующее упражнение будет идти на плечи и на руки. Мы их совмещаем. Первое упражнение – это вращательные движения кулаками для разогрева кистевых суставов. Также можно выполнять вращения, сцепив кисти рук в замок. Второе упражнение – вращательные движения плечами сначала вместе, затем поочередно. Третье упражнение – круговые вращательные движения прямыми руками. Четвертое упражнение – вращение предплечьями. Одновременно сгибайте руки в локтях на счет 1, 2, 3, 4. Сначала на себя внутрь, потом на счет 5, 6, 7, 8 от себя наружу. И последнее – вращение локтями. Пальцами рук коснитесь плеч, руки держите согнутыми, не отрывая пальцы. На счет 1, 2, 3, 4 делайте круговые движения локтями в одну сторону, на счет 5, 6, 7, 8 – в другую. Теперь идут упражнения для корпуса. Ноги на ширине плеч, выполняем наклоны вперед, стараясь коснуться полупальцами или ладонями, если позволяет растяжка. Движения должны быть очень плавными, ни в коем случае не резкими. Второе упражнение – круговые движения тазом, руки на поясе. Движения не должны вызывать боль и защемлять мышцы. Третье упражнение – наклоны в стороны. Для устойчивости ноги следует разместить на ширине плеч. Левая рука на поясе, правую вытяните вверх. На счет 1, 2 – наклон влево. На счет 3, 4 – поменяйте руку и сделайте наклоны в правую сторону. Растяните мышцы спины, но не переусердствуйте. Если чувствуете натяжение, ослабьте нагрузку. И последнее. Вращение туловищем. Руки перед собой согнуты в локтя. Кисти рук можно взять в замок. На счет 1, 2 – поворот в левую сторону. Ноги на месте. На счет 3, 4 – в правую. Не отрывайте ступни от пола. И заключительное упражнение – это упражнение для ног. Махи ногами вперед и назад. Сначала левой ногой, затем правой. По 10-15 раз. Поочередные подъемы ног в стороны. По 10-15 раз каждой ногой. Круговые движения в коленных суставах. Выполняем приседания, не отрывая пяток от пола. На приседе вытягиваем руки прямо перед собой. Для начала будет достаточно 10-15 глубоких приседаний. Также в виде дополнительных упражнений можно добавить силовые упражнения. Это отжимания, скручивания на пресс. Возможно, работа с маленькими гантелями. И со штангой, если она у вас есть. И так далее. Ну что же, вот такие вот советы для разминки, для утренней зарядки. Если вы будете это делать, то вы будете всегда в тонусе, в настроении. Жизнерадостные, активные. И все вам будет по душе. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Увидимся в следующем выпуске. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok